На экране интересный список овощей и фруктов, начиная от самых чистых и заканчивая самыми грязными по содержанию пестицидов. Если вы на правильном и здоровом питании, обязательно досмотрите видео до конца, иначе вы рискуете испортить себе здоровье. Министерство сельского хозяйства и Управление по контролю за продуктами и лекарствами США опубликовало данные по 47 тысячам образцам 46 фруктов и овощей, которые продаются в магазинах. Обращаем ваше внимание на то, что это продукты не только производимые в США, но и импортируемые со всего мира. То есть данные имеют ценность не только для людей, проживающих в США, но и в других странах. Руководство покупателя по пестицидам в продуктах представляет собой анализ последних данных тестирования фруктов и овощей. Рейтинг состоит из трех групп. Зеленый цвет – минимальное содержание пестицидов. Желтый цвет – среднее содержание пестицидов. Синий цвет – высокое содержание пестицидов в продуктах. Мы не будем перечислять все 46 продуктов, но озвучу только топ 10 самых грязных продуктов. Они так и называются в руководстве «самая грязная десятка». Итак, десятое место – вишня. Девятое место – сладкий и острый перец. Восьмое место – яблоки. Седьмое место – нектарины. Шестое – груши. Пятое – персики. Четвертое – виноград. Третье место – листовая капуста и горчица. Второе место – шпинат. Первое место – клубника. Получается, люди, которые на правильном питании, покупают эти продукты, рассчитывая на то, что это живые продукты, а не какой-то там фастфуд. Но в реальности они потребляют с ними кучу пестицидов, и эта химия негативно влияет на их здоровье. «И что делать?» – спросите вы. Как минимум искать альтернативу этим продуктам, например, среди перечисленных в руководстве под зеленым и желтым цветом. Еще, как вариант, самые грязные продукты не покупать в магазинах, а искать у мелких фермеров или, как мы говорим, участников. Есть вероятность, что они не так агрессивно используют химию, а кто-то не использует ее вообще, потому что выращивают для себя. Если у кого-то есть свой участок земли, то можно и самому выращивать шпинат, клубнику, капусту и так далее. А какие у вас есть мысли по поводу сложившейся ситуации? Оставьте комментарий.